Псориаз Псориаз или чешуйчатый лишай – это не инфекционное хроническое заболевание кожное. Причина его неизвестна до сих пор. Если бы узнали истиологию патогенез, то уже кто-то бы получил Нобелевскую премию, и человечество было бы вылечено от псориаза. Многие авторы считают, что это аутоиммунный процесс развития происходит в организме. Задействованы многие органы и системы. Прежде всего, это нарушение углеводного, белкового, липидного и ферментативного процессов. В эти процессы задействованы органы внутренние – это печень, поджелудочная железа, гормональная система и иммунитет. Самый такой интересный вопрос – кто же может заболеть псориазом? В большинстве случаев псориаз передается по наследству. 40-60% пациентов, у кого в семье есть псориаз – люди, перенесшие сильный стресс. Люди, употребляющие алкоголь, наркотики, то есть происходит интоксикация организма. Опять-таки, это не срабатывается печень с такой интоксикацией, и происходит высыпание. Люди с ожирением. Опять-таки, нагрузка на поджелудочную, на печень. Курящие люди, принимающие препараты медицинские, в основном противомалярийные. В группе риска, как правило, это моряки. Во-первых, у них и стрессы, и они принимают противомалярийные препараты перед тем, как они идут в рейсы. И люди, получившие солнечные ожоги. То есть тоже есть риски у этих групп людей, будем говорить так. Сырианс проявляется. Как он проявляется? Он проявляется в виде красных пятен, шелушающихся. На вид слегка блестящие такие чешуйки, возвышенные над уровнем кожи. Значит, это так называемые папулы. Папулы, когда они сливаются, образуются бляшки. Что собой представляют папулы? Если так рассмотреть под микроскопом, что это такое? Это очаг воспаления кожи с избыточной пролиферацией лимфоцитов, макрофагов и кератиноцитов. То есть это так называемый грубый кератоз происходит, утолщение кожи. Ну и также избыточный ангиогенез. То есть образуются новые мелкие капилляры. Диагноз псориаза ставится врачом-дерматологом визуально при осмотре пациента. Есть так называемые такие симптомы псориатические, триада псориаза. Как определяется это? То есть три симптома при соскабливании стеклом. Первый симптом – это стеориновое пятно. То есть когда под чешуйкой обновляется поверхность, и она такая слегка блестящая, как воск. Вторая, как бы такая триада – это терминальная пленка. Когда при дальнейшем соскабливании, соскабливаем, и обнажается такая гладкая влажная поверхность, напоминающая полиэтиленовую пленку. И третий симптом – симптом кровяной уросты. Когда при подальшем соскабливании выступают капельки крови. Вот это триада псориаза. Формы псориаза многочисленные. Псориаз встречается каплевидный, встречается бляшечный, ладоноподошвенный, псориаз волосистой части головы, псориаз ногтей, артропатический псориаз и псориатическая эритродермия. Бляшечный псориаз мы встречаем чаще всего в области суставов. Суставы коленные, суставы локтевые и мелкие суставы, верхних и нижних конечностей. Очень часто бляшки также встречаются на волосистой части головы, в основном в области шеи. Такие массивные, красивые бляшки. Возможны, конечно, бляшки при активной стадии псориатической эритродермии по всему телу. Но основной вот бляшечный, это характеризуется непосредственно в области суставов. Псориаз волосистой части головы, как он себя представляет? Он представляет в виде мелкого шелушения, может быть, на волосистой части головы мелкие лентикулярные, нумулярные папулы и обильные множественные бляшки. Но эти бляшки, они расположены в основном очень красиво, так если наблюдать, когда волосы приподнимаешь, и там видно такое очертание в виде бляшек. Что касается каплевидного псориаза. Каплевидный псориаз лентикулярный, нумулярная форма псориаза по всему телу располагается. То есть в виде как рассыпанный такой псориаз по телу. Ладоноподошвенный псориаз непосредственно только на ладонях и подошвах в виде обильного гиперкератоза, то есть наслоения такого коркового с наличием трещин. В свою очередь задействованы ногти. Наблюдается поражение ногтя в виде онихолизиса, то есть нарушение структуры ногтевой пластинки. Также наблюдаются такие ямочки, незначительные пятна, такие точечки. То есть разнообразная картина, характеризующая псориаз. Что касается псориатической эритродермии. Эритродермия, она себя проявляет в стационарной стадии, в острой стадии. То есть здесь уже наблюдается не только высыпание, но и яркая эритема всего тела. То есть конкретное воспаление кожи абсолютно полностью человек весь, грубо говоря, красный, с наличием высыпаний и обильной такой коркой, зудящей. Вот это псориатическая эритродермия. А что касается еще данной формы, это псориатическая форма, артропатический, эксудативный псориаз. Поражаются суставы в основном. Но клиники такой явной нет, просто мы видим визуально видоизменения суставов. То есть суставы деформированные, суставы перекрученные. Такая картина, такие формы псориаза. Дивдиагностика обязательно при постановке диагноза. Что такое дифдиагностика? То есть это сравнение с другими заболеваниями. Для того, чтобы четко понять, псориаз это или не псориаз. Псориаз мы сравниваем с такими заболеваниями, как розовый лишай жибера. В сравнении идет клиническая картина псориаза на теле с клинической картиной розового лишая жибера тоже на теле. Также сравнивается с вторичным рецидивным сифилисом ладоноподошвенная форма. Проводим диагностику сибориным дерматитом волосистой части головы и псориатическая форма псориаза на волосистой части головы. Также в области высыпаний на половых органах мы дифференцируем псориаз с грибковыми заболеваниями. То есть это может быть и паховая эпидермофития, например. Поэтому опять-таки мы проводим, смотрим диагностику. Где нужно, проводим лабораторные исследования, либо бактериологические соскобы, посевы. В плане на половых органах тоже встречается высыпание. Опять-таки мы проводим диагностику с грибковой инфекцией. Субтитры создавал DimaTorzok